Павел закончил 9 классов общеобразовательной школы. Сейчас учится в техникуме, на бухгалтера. Между прочим, знает столицы большинства государств мира. Коллекционирует монеты. Говорит, есть и редкие. Например, это. А это что такое? Расскажи. Это Киевский край. То есть таких монет мало? Ну да, сейчас докажу вам. И тут же нашел подтверждение в интернете. По словам мамы, несмотря на диагноз, Паша так много может, потому что ему изначально дали делать, а не делали за него. Тем временем мама успела получить несколько образований. Создала НКО для помощи детям и родителям детей-аутистов. А еще курирует российско-немецкий проект «Мир открытый для всех». Если бы не пандемия, участники сейчас были бы в Архангельске, говорит Вернер Бус, координатор школьного обмена по аутизму из Германии. Там больше всего удивлены тому, что у нас детям с особенностями развития помогают не только специально обученные взрослые, но и сверстники. Начинающим добровольцам из 43-й школы Мария и Павел уже успели рассказать, что главный вопрос волонтера – чем я могу вам помочь? И что аутисты, к примеру, не любят прикосновений. Мы не держим так. Поверьте, это спасло не одну жизнь. Ребята тут же стали пробовать. И у них получилось. Еще бы. Ведь уже в пятом классе они решили, что хотят сделать лучшее жизнь других. Волонтеры – это те люди, которые помогают людям, животным, природе. Но за это не требуют никакой награды. Волонтеры занимаются помощью других, которые не похожи на нас. Они помогают им, веселят, пытаются их. Ну, всякое такое. Они готовы тут же что-то свое сделать. Они хотят, а можно мы тоже поучаствуем? А можно мы тоже обязательно, вот как только услышали имя Марии и сейчас ее узнали, они сразу же, а можно мы тоже? А нас возьмут? В 43-й архангельской школе нет учеников с особенностями развития. Но, по словам директора, дети должны быть готовы к общению с любыми сверстниками. Я когда первый раз ездила вместе с детьми-аутистами и их родителями в Германию, с группой из Архангельска, я для себя сделала вывод, что родителям обычных детей надо поучиться у родителей детей-аутистов, как любить своих детей. Именно любовь Мария Некрасова назвала главным условием счастья своей семьи и таких же, которым она уже помогает или готова помочь. Я всегда верила своего сына в его возможности и силы. Субтитры создавал DimaTorzok